Всем привет! Вы на канале Мегазвук и сегодня мы познакомимся с такой новинкой, как бренд Тони Микс. Когда мы разместили пост в наших соцсетях об этой новинке, кстати, подписывайтесь на наши соцсети, ссылочки все будут в описании, мы увидели несколько комментариев, которые пишут, что опять какой-то ноунейм зашел на рынок, непонятный бренд, и у людей вызвала это, конечно, такой бренд, вызвала эта новинка, сомнения. Сегодня мы с вами познакомимся, что это за бренд. Это не какой-то ноунейм, сразу хочу сказать. Это у нас, так скажем, со-компании, либо там со-бренд компании Incar. Стала выпускать вот такой вот бренд Тони Микс. У этого бренда есть уже такие наименования, как акустика и усилители. Сегодня мы познакомимся больше всего с усилителями, про них охота посмотреть, пощупать, потрогать, сделать замер и рассказать вам. Кстати, небольшое отступление, прежде чем мы начнем, что Тони Микс, Тона Микс в переводе, в дословном переводе переводится как смешивание тонов. Ну что ж, сегодня мы посмотрим, как они умеют смешивать. Итак, и теперь переходим к усилителям. У этого бренда пока на данный момент всего три усилителя. Точнее, это четырехканальный усилитель и два моноблока. Они все есть у нас в наличии, они все доступны на сайте, можете переходить и заказывать, ссылочка будет в описании. Так, давайте знакомиться сначала с четырехканальным усилителем, он у нас один. Цена на момент съемки 7790, модель называется ATK-F150D. Я думаю, что вы уже догадываетесь и делаете сопоставление, что четырехканальный, и он называется F150, то есть, скорее всего, это 4 по 150. Но пока не будем забегать дальше, продержим интригу, и вы смотрите до конца это видео. И два моноблока. Моноблоки также называются у нас модель ATK, но уже M750D и ATK-M1200D. Цена на момент съемки, кстати, не сказала. 750D это 6490 и M1200 это 7990. Теперь предлагаю посмотреть, что идет в комплекте, и начнем мы также с четырехканального усилителя. Открываем. Все при вас. Кстати, этот усилитель мы еще не... Так, ну, понятное дело, что сам усилитель идет. Дальше смотрим. У нас здесь гарантийный талон, инструкция по эксплуатации у руководства пользователя, и у нас саморезики, крепеж. 8 штук. Вот такие вот. И, конечно же, сам усилитель. Хочется отметить про все эти усилители то, что компактные, есть такое. Сейчас это не на объем, но все же придерживаются производители такого мнения, что усилители должны быть компактные и встраиваться в вашу... в ваш автомобиль практически незаметным. Итак, четырехканальный усилитель. Давайте посмотрим, какие здесь терминалы. Силовые терминалы подойдут под 2 гейдж, акустические под 4 мм. С обратной стороны усилителя мы видим 4 входа РЦА, индикаторы включения и защиты. Фильтр HPF идет от 50 до 250 Гц. Гейн. Здесь мы можем либо выключить фильтр, либо включить фильтр HPF. С этой стороны располагается фильтр LPF, он идет от 50 до 250, и фильтр HPF от 50 до 250. Также гейн, и здесь у нас можем выключить фильтра, либо включить фильтр LPF, либо HPF. Обратите внимание, что фильтр HPF идет от 50 до 250, то есть порезать выше вы не сможете. Ну а теперь переходим к характеристикам. Я думаю, что многие уже по названию поняли, что это усилитель D-класса, потому что в названии это буковка D и есть, 150D. Итак, по заявленным мощностям в 4 Ом заявка 95 Вт, в 2 Ом 150 Вт и в 4 Ом мостом 300 Вт. Ну, это все у нас написано на коробочке, но отдает ли он свою заявленную мощность и какая она, честная или нет, мы узнаем в мастерской Renovation Sound. Фильтры вот первого порядка, жалко, не второго. Ну, сейчас много таких усилителей с такими фильтрами, просто надо иметь внимание, что фильтры все первого порядка. Ну что, будем тестировать. Нормальная двухсторонняя плата, решение по выходному каскаду здесь в принципе типичное для таких мощностей усилителей. Отдельный драйвер один на два канала, в общем-то, тоже особо вопросов не вызывает. Нормально все намотано, все мощностные изделия, все зафиксировано. В общем, по комплектухе также нет вопросов. Единственное только, ну, в общем-то, эта особенность уже практически везде сейчас встречается. Фильтры здесь первого порядка, как и у большинства усилителей. Вот, просто не то, чтобы это прям огромный какой-то минус, нужно иметь в виду. При настройке системы, в общем-то, это имеет значение. А так все достаточно неплохо собрано, сейчас тоже потестим, посмотрим. На какой, на твой взгляд, на какой усилитель похож этот? Ну, это вот все что-то в сторону АМП Pro-серии, наверное. Вот решения плюс-минус те же используются, качество сборки плюс-минус, наверное, такое же. Вот, а учитывая то, что те усилители очень неплохо себя показали и в плане надежности, и как бы по всем эксплуатационным параметрам, я думаю, что тут также проблем не возникнет. Ну, давай затестим и посмотрим. Ну, и четырехканальник у нас, подключили мы один канал ровно, нагрузка у нас 4 Ома. Сейчас посмотрим, сколько он нам отдаст. Также контролируем сигнал на выходе, напряжение питания и здесь мощность. Ну, и поехали. Вот у нас сигнал, ой, чистенький. Здесь видим 97 Вт, напряжение 14,5 Вольта, что, опять же, подтверждает заявку усилителя, ровно отдает столько, сколько заявлено. Итак, мы с вами переходим к моноблокам. Я думаю, что и догадываюсь, что у них одинаковые будут комплектации. Но давайте посмотрим. Итак, здесь у нас усилитель уже подготовлен к замерам. Так, это я забегаю вперед, скажу. Здесь у нас идет пульт. Давайте посмотрим. Провод и сам пульт. Пульт идет без индикатора. Обычно простой. Без каких-либо индикаторов включения клипа и так далее. Но, в принципе, у нас такой усилитель. 6,5, ну, если округлить, 6,5 тысяч рублей. Почему бы и нет? Итак, придираться не будем. Знаете, вот так я скажу. И, да, собственно говоря, а, не сказала дальше-то, самое главное не сказала. Да, у нас одинаковые комплектации к моноблоку, гарантийный талон и инструкция. Инструкция, я так понимаю, что на данный момент она общая, руководство пользователя. И, конечно же, есть еще крепеж. Крепеж. Так, все, все, на этом все. По заявкам давайте посмотрим. Я думаю, что вы сейчас удивитесь по заявочкам. Потому что усилители называются, как мы называем, M750, M1200. Ну, а по заявкам у нас. Итак, говорю про модель M750. Заявка в 4 Ом 200 Ватт, в 2 Ом 350 Ватт, в 1 Ом 600 Ватт. Но, стоит учесть то, что если вы сейчас такие, оп, все, переключаю. Нет, подождите. Есть здесь заявка на коробке 750 Ватт. Есть она. В 1 Ом. И написано то, что 10%. То есть, есть у нас, так скажем, максимальный пик, да, он может, можно из него это вы, выманите эти 750 Ватт, увидеть. Итак, переходим мы к следующему моноблоку. У нас 1200. Здесь такая же практически история. То, что в 4 Ом 400 Ватт, в 2 Ом 650 Ватт, в 1 Ом 1000 Ватт. То есть, грубо говоря, по сути, это тысячник, вот такой вот тысячник за 7,990. Ну, а теперь переходим к терминалам. И так как и терминалы, и фильтры у моноблока одинаковые, я буду рассказывать и показывать на одном моноблоке. Силовые терминалы подойдут под 2 гейдж, акустические под 4 мм квадратных. С обратной стороны усилителя мы видим два входа RCA, индикатор включения и защиты, вход под пульт управления, гейм, сапсоник, фильтр LPF, который идет от 45 Гц до 200, и басбуст. Ну что ж, а теперь вас ждут замеры моноблока. Посмотрим, сколько он отдаст мощности. Внутри мы видим классические решения, это двухсторонняя плата, это классическая двухполярная схема питания. В общем-то, все это вот, это а-ля Kix 600 и вот та вся схемотехника. В общем-то, все нормально зафиксировано, проклеены все конденсаторы. Собрано достаточно неплохо, нормальные терминалы стоят. В общем-то, ну вот, на первый взгляд, визуально претензий к усилителю никаких нет. Что-то вот так придраться к чему-то я не могу. Итак, постестим усилитель в 1 Ом. Значит, подключили. Здесь у нас напряжение питания, ток потребления. Здесь выходная мощность показывается. Ну а здесь контролируем синус, его чистоту. Ну и поехали. Добавляем. Вот у нас сигнал чистый. Видим, 614 ватт усилитель отдает при напряжении 14,4 вольта, что в принципе соответствует заявке полностью. Ну что ж, если подытожить наше видео, я считаю это отличным стартом для такого нового бренда. Запоминайте Tone Mix. Есть у нас в наличии, ссылочки будут в описании. Мы здесь отметили и компактность усилителя, и хороший ценовой сегмент. Да, они займут в этой нише свое место. И также честная заявка, что немаловажно. То есть мы увидели эти цифры, которые реально написаны на коробке, и познакомились, в принципе, со всей линейкой. Да, есть, конечно, шероховатость, и это именно вот один вопросик к усилителю четырехканальному. Но лично у меня, может быть, у вас по-другому. Обязательно напишите в комментариях. Вопрос по фильтрам, да, то, что фильтр ВЧ режет всего лишь с 50 до 250 Гц. Я думаю, что, ну, желательно, чтобы он был сильно развитый. Но еще раз повторюсь, то, что для компонентки, которые мы сюда подключаем СЧ, да, АВЧ у нас идет с конденсатором, то это не проблема приобретать такой усилитель. Но если мы захотим подключить твиттера, то здесь уже будут вопросы по настройке. Итак, обязательно напишите в комментариях, пускай пользователи поделятся своим мнением, то есть вы поделитесь своим мнением. И, возможно, у нас бренд Тономикс прочитает, услышит. И мы, возможно, в скором будущем увидим еще какую-то новинку, либо апгрейд этого усилителя. Итак, вам большое спасибо за просмотр. Все полезные ссылочки в описании. И до встречи в Мегазвуке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok